всем привет привет это снова мы андрей рита мы русские взрали хотим вам рассказать ну не знаю спорную мошку то вот эту историю такую которая с нами произошла а мы ездили в элак называется во время герметичного герметичного карантин как бы грех на душу да вы можете рассудить до правом или нет но мы как бы оправдаем сейчас наши друзья зовут нас предлагает в герметичную виллу отдохнуть двумя семьями да да несколькими семьями там две нашей семьи плюс там друзья еще ну то есть человек 10 на 2 где-то так да даже даже это не запрещено запрещено из города в город передвигаться в общем мы поехали нам друзья мы поездливые достаточно они нам сделали разрешено мы сказали что мы не поедем без разрешения они нам сделали его и нам разрешили поехали ну как каким-то образом мы не вникали в суть как они это сделали в общем у нас было раньше мы проехали 4 поста и никто нас не остановил в общем приехали мы вывод вылать как известно погода совсем другая прекрасный сухой климат подъезжаем красивой вилле и вилла действительно очень круто чувствуем себя такими классно успешными богатыми людьми могущими позволить себе отдыхать друзьями на вилле за их счет мы купили фруктов на самом деле фруктов и сыра да ну да мы не прям бесплатно в общем друзья сначала я вам покажу сейчас эту виллу как она выглядит если показать ее знаете таким рекламным способом под красивую музыку как здесь все красиво сделано а потом мы поговорим о деталях и вообще поговорим на тему как вообще строит в израиле приобретайте прекрасную виллу в малюсеньком курортном городке в центре пустыни уютно расположенном в нескольких километрах между границами двух враждебно настроенных государств цена виллы равна всего лишь нескольким квартирам в париже давай ефрем смотри представим что ты будешь риэлтор и ты пытаешься продать мне эту виллу вы продаете холодильник вместе с виллой здесь вот есть нажимаешь на вот эту кнопочку и тебе падает снег ну лед кусочек льда итак продолжаем и прям про продавайте мне эту виллу здесь большой олда обеденная зона сегодня спал он мартин валяется вообще-то вы риэлтор не выходите пожалуйста из образа окей здесь получается еще один тоже вентилятор что у вас за женщина по дому ходит это уборщица пойдем покажешь другой этаж еще одна спальня лифт 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 спасибо что вы сказали но самое интересное джакузи данному людей не будем снимать пойдем покажешь огромный бассейн с подогреваемой водой и вы забыли сказать еще очень хорошо что видно красное море отсюда плитка качественная да очень производства чехословакии качественно но вилла мне нравится вилла мне нравится вот она такая современная пошли тебе дам деньги вы мне продадите виллу хорошо ну что друзья кажется что просто прекраснейшая вилла ну на самом деле мы отдохнули круто но теперь все-таки перейдем к минусам начнем с того что у нас здесь периодически бегают тараканы это ну наверно для израиля это нормально дальше смотрим как как строили давайте посмотрим как как это все сделано такая операция ревизора стоит сказать что этой вилле всего лишь год год назад ее построили специально под сдачу но она и видно что под сдачу потому что знаете вот когда присматриваешься сразу понимаешь что строили не для себя вот допустим давайте сейчас плинтус посмотрим в этой комнате опа c так вот выглядит плинтус самое веселое это туалет и ванна просто просто это без комментариев смотрите как сделано хорошая добротная хоть и грязная раковина но здесь вот вот такие вот кишки мы видим очень дорогая вилла вон там коммуникации просто стена пусть ты принимаешь душ и у тебя как бы это гипсокартона стена причем причем она сошитается представляете вот возле ванны стоит гипсокартоновая стена которая на которую закреплен закреплен душ и он считается в чем смысл вот этой шторки я не понимаю как бы ты закрылся шторкой и что у тебя типа вода не будет падать за ванну даже даже просто не обрезали элементарно пену идем дальше вот это ну что почему он так подходит ну а можете показать косяки какие-то здесь но что неправильно здесь сделано да ты я смотрю продавец просто красавчик да вот мозган кондиционер в одном в одном в одной из комнат и почему-то здесь течет вода капает 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 сюда на пол здесь постоянно ложится да а почему у меня при продаже не сказали об этом давайте попробуем проехаться на лифте он не работает вот так вот как-то даже швы просто вот по колхозному сделано вроде бы элитная вилла и друзья самая главная фишка смотрите вот бассейн но и во первых здесь всякие дыры проломленные но самое важное что здесь лужа просто лужа и вода которая должна стекать вот в эту дырочку она сюда не попадает знаете почему потому что она на возвышенности сюда вода просто не доходит она стекает вот сюда в лужу и из бассейна сюда в лужу вода попадает из дождь и так далее то здесь постоянная лужа и вот кто придумал сделать стоковую вот это отверстие на возвышенности мне интересно просто посмотрите в глаза этому человеку чем он думал тот ремонт который там сделано это даже даже я мне кажется лучше бы сделал да ну я не ну вот я не ремонтник но я бы хотя бы подрезал бы там какие-то вещи подкрасил бы но все равно то есть это просто сделано на отвали вот конкретно и как это принимали я не знаю и как это еще умудряются сдавать за 6000 это тоже умопомрачительно но в израиле здесь все так то есть здесь люди не избалованы и люди пользуются и ничего никто не говорит поэтому как говорится да если ты знаешь как делать ремонты в россии делаешь их хорошо то ты тут можешь быть достаточно востребован и на самом деле говорят что у русских до ремонтников здесь как бы очередь и гигей они еще перебирают кому делать кому нет русские зарекомендовали на русскоязычные имею ввиду и белорусы да да и до зарекомендовали себя очень хорошо то здесь все хотят чтобы ремонт делали именно русскоязычные люди потому что они другим менталитетом ну что друзья вот такой вот у нас был уикенд не запланированный и мы очень рады что у нас была такая возможность и в принципе мы бы дальше жили да но было чуть-чуть кисловата на карантине но развеялись и как бы жизнь лучше стала чуть-чуть ну так ну да